Привет, зритель! При свете пяти ламп грядет обзор заказа сазон. Вот у меня тут пакетик, у меня тут две коробочки, где-то тут я ее там даже вскрывала, гляну, что в ней. Я заказала, по-моему, в стриме или что, в каком-то ролике говорила, у кота будет коробочку, он ее подерет. Потом зубную пасту, которую давно вообще хотела, про нее я не говорила, но вот сейчас говорю. Потом чай сэнча, вообще он скорее всего вот китайский. То бишь китайский чай, сделанный с закосом под японский чай сэнча и алоэ гель. Так, в общем тут у нас пауза. Сэнча, гринти, пауза, 3w.pausa.t.ru У меня там какая-то мадама или месье, короче, какое-то существо написала под роликом коммент, ролик посвященный Алако Зайти Зеленому. С наездом таким, типа, что за ролик, почему тут только вид, а нету чая заварки, типа, как он и что. Ну, я думаю, человек совершенно ролик не смотрел, потому что я там говорила, как он и что. Что тут у нас? Состав зеленый чай сэнча, описание сэнча производится из чайных листочков, обработанных особым образом. Чайный лист пропаривает и сворачивает в тонкие полоски. Этим он напоминает колодец дракона. А так в 2011 или 2012 году, когда я 6,5 тысячи страдила на чай, всякий разный, в Ярике в одном магазине, а после этого магазин через месяц закрылся. Юля, убивец магазинов чайных на развес, центр китайской медицины, как он так назывался. Там наверху еще можно было полечиться, но меня-то интересовал исключительно чай. Когда я, короче, искала сэнча, увидела, о, сэнча, нет, нет, это колодец дракона. Так я открыла колодец дракона, тоже вполне себе вкусный. Мы этот колодец дракона с пеньком в прошлом году в Коломне выпивали. Сейчас я чихну. Пардон. Так, а сопливчик у меня далеко сопливчик. Короче, он, благо, просто чихнула. В общем, сэнча обладает набором полезных свойств, бодрит, освежает и укрепляет иммунитет. Цвет настой изумрудно-зеленый. Интенсивный, непрозрачный. Аромат, нотки зеленых овощей и водорослей, цитрусовые. Ну, по большей части людям в сэнче кажется, что это трава травой. Вот одна моя подруга, которая любит зеленый чайник, но сэнчу она не воспринимает, она называет ее травой. Вкус, высокая терпкость, умеренная кислотность, послевкусие долгая. Нота лимона и разнотравья. Вот трава как раз. Оливки, морские, тана. Ну, тут на английском все то же самое. Один грамм на 100 миллилитров. Заваривать 75-85 градусов температуры. Две-три минуты настаивать. 90 грамм тут в пачке. Я, откровенно говоря, уж не помню, сколько я там думала, ждала. Вот тут зеленый чай сэнча. У меня сейчас аромопалка от Алены его. У нее раньше так канал назывался, вообще не знаю, где она сейчас. По-моему, ну, в смысле на ютубе, если она. Вот аромопалка ее. Я вообще две зажигала, но в итоге что-то зажиглась только одна. Вот она у меня сейчас. Меня бодрит. Потому что у нас такая погода, что хочется спать и мозги соображать не хотят. И то, что не мозги тоже не хотят. Ну, в общем, ничего не хочется вериться. Тушка ватная, мозги уснули. Вот такой вот. Тут еще коллекция пауза. Фруктовый чай. Эл-грей. Клубник со сливками. Зеленый чай номер 5. А сам. Травяной чай номер 1. Зеленый с засмином. Молочный улун. И черный чай с чабрецом. Хранить вместе без посторонних запахов. Бла-бла-бла. Ну, вот тут вот он, значит. Вот он. Так вот, если хотите, я как-нибудь его заварю. И под камеру как раз попью. Тут у нас вот такой пакетик. Так как у меня тут аромопалка включена, то я его не буду скрывать. Чтобы он не смешался с запахом аромопалки. Ну, судя по ощущениям, вполне себе сэнча. Там еще фотка была. И в каментах написано было, что фотка соответствует тому чаю, какой на самом деле. Так что, в принципе, с то, с чем, как кажется, стоит вот этот чай 90 грамм. Ну, может быть, это, конечно, не супер какая-то сэнча, но изготовлено в городе Москве. Матриот Тиасо. Ну, естественно, что оно вот это самое. Где изготовлено, по такой цене и продается. Что это не супер такая сэнча, но, с другой стороны, бывает какая-то сэнча и как бы супер сэнча, на самом деле, такая параша. Так, вторая коробочка. Во второй коробочке у нас бумажечка. Ей, наверное, можно пошуршать. В каменте мякните, если можно пошуршать, то я как-нибудь вечером ей пошуршу. Сключенные камеры. Тут, что я заказывала. Оно на картинке выглядело совсем маленькое, но называло 200 мл. Но я помню, что у меня это 200 мл, похожий на листик алоэ от Холики, от Влада, который уже типа бывший подписчик. На самом деле, у меня, по-моему, только три бывших подписчика, которые со мной как-то как-либо контактировали. И двух из них я видела при этом в реале. Короче, ну, как бы подруга, которая бывшая, которая бывшая подписчица, может засчитаться бывшей подписицей, потому что мы с ней взаимно были подписаны. В общем, я представляла, как примерно выглядят эти 250 мл, а тут 200 мл. Ну, в принципе, нормально. В каментах писали, что нормальный объем. 200 рублей 200 мл. Вот такое счастье. Это у нас. Сейчас я достану пакетик и так считаю. Обычно пакетик бывает запаян, а тут пакетик у нас просто завязан. Такой довольно плотный пакетик. Им можно даже пошуршать как-нибудь. Ля Ферм, точнее, да, Ферм. Алоэ Вера. Где он тут? Есть что-нибудь такое. Улажняющий, успокаивающий гель с экстрактом Алоэ Вера. 200 мл. Ля Ферм. Видимо, это марка такая. Годен он до этого, 11 апреля 2021 года. Произведено в Республике Корея. Импортер Россия-Москва. Инэстрейд. Вот реально, если произведено и сделано в Корее, а то я как те гели купила, которые... Мне на сайте еще написали, что типа... Это типа бренд корейский. Я думаю, ну да, русская фирма, делающая русскую косметику, оказывается, корейский бренд. Ну нахрен так врать-то? Ну вообще. Пусть у них там и бесплатная доставка, но вот я смотрела, вот у них гель, который я хотела. Нету наличия этой холики ни на Озоне, ни на Вайбересе. Причем в Вайбересе оно там... В общем, на Озоне даже с доставкой 100 рублей на базу выдачи, оно дешевле, чем на Вайбересе с бесплатной доставкой. На ту же базу выдачи. Усплакаивающий спрей для лица и тела. По-моему, это не спрей. Видать, так переводили. Описание спрея увлажняет, насыщает кожу... Так, питательными веществами, делая от кожи мягкое, эластичное применение. Распылить спрей на расстоянии 20 см от кожи. Оставьте до полного впитывания. Можно использовать как перед нанесением макияжа, так и после него. Ослежая внешний вид, меры предосторожности, избегать попадания в глаза. В случае возникновения раздражения прекратить использование. Оставьте мы на упаковке. А на упаковке у нас на корейском. А я корейский не знаю. Ну, я помню, что там, в общем, как бы он... 99% тут гелия алоэ, плюс еще какая-то хренатень. Свободен от 4 каких-то штук. Естественно, потом могу поделиться, чисто сделать такой обзор. Типа, вот я его затестила. И теперь я вам его советую. Или там уже пустых баночков, когда он там через 30 лет закончится. Он следили с такой. Вот тут вот не полностью до центра крышки доходит. Ну, в смысле, вот досюда, что ей за что нацепиться. Так, он у нас... Он у нас зафольгирован. Он с людей зафольгирован. Сейчас мы эту штуку отсобачим. Подсобачивайся. Пахнет нормально, как и должно пахнуть этим самым алоэ. Прозрачный белый гель. Так, не надо это как-то закрыть. При желании много не выдавиться. И при желании выдавиться мало. Вот он. Пахнет травой. Ну, в смысле, алоей. Есть алоэ такое вот, ну, постояло оно немножко там. Да ну, воняет так специфически. А есть такое алоэ вот свежесорванное. Вот оно пахнет травой, короче. Оно не липкое. Оно тут же впиталось. В общем, мне кажется, оно ничем не хуже той холики, которая стоила бы в разы дороже. Фейс и боди. Натурал для ферм. И те же самые корейцы делают. Удобный колпачок. Удобная маленькая такая фигнюшка. Удобная крышечка. Удобно держать. Все. В общем, не зря я его хотела. Вообще, два месяца, наверное, на него смотрела. А потом думаю, что ждать у моря погоды. Если я могу сама себе его позволить и купить. Ну, и я, короче, себя купила. Чем и довольна, соответственно. Так, ну и последнее, что я давно хотела. Ну, кто мне его отреклавливали в обратную сторону. Ну, ну, в смысле, не советовали. То еще что-то. А потом я что-то так подумала, почему бы и нет. Я то такую хотела, то не такую. Ну, примерно. Утишка вот тебе коробочка можешь брызть. Вот. Зубная паста. Она нам что-то 120-130. Я уж не помню, сколько она стоила. Данный. Киуили что-то, короче, не очень разбираю. Вот эти белые каракули на красном фоне. Э. Видимо, в корейском тоже есть какая-то кана, потому что некоторые буквы похожи на Я. Она с зеленым чаем. Турки, комти. Где-то там по-русски должно быть что-то. Зубная паста. Дентал, оказывается. Клиник 2080. Ну, 2080. Чонг-эн-ча. Дзин. Восточный чай с экстрактами трав. Вкус мяты и целебных трав. Делевая. Я читала отзывы, что она очень экономичная. Что хватает надолго. Ну, и что типа хорошо. Я так поняла, даже для таких странных зубов, как у меня. Смешанного типа зубов. Зубная паста. На основе экологически чистых экстрактов, целебных трав и восточных чаев. Для поддержания здоровья и молодости дёсен. Оказывается, дёсен бывают и старыми. Я не знала. Кстати, арт точка 97-92-80. Очищает пуслость рта, освежает дыхание, улучшает эстетику зубов. Содержит витамин В6. Чистите зубы тщательно, желательно после каждого приёма пищи, но не реже. Двух раз в день. Или по рекомендации врача. Я помню, Грибач как-то говорил, что европейцы не такие. Они зубы чистят чуть ли не по 10 раз в день. В прямом смысле, он только пожрал, пошёл почистить. Если рядом с щёткой человек находится дома. Применяйте только по назначению. Не глотайте. Хранить в местах, недоступных детям. Массовая доля фторида 0,10%. Перерасчётена в малярную массу фтора. Содержит фторид натрия. 130 грамм, 3 года с даты производства, срок годности. Смотреть на упаковке год, месяц, день. Ну и импортер в России, 3О, Ориент, Приморский Клорай, Владовосток. Юналь, Пуэрти. У меня там звонил телефон 24 минуты назад. Оказалось, что что-то у нас тут с водой по району. И надо вот набрать её. Она как-то заканчивается. Реально как-то так или течёт. У меня там такая гора посуды. Я думаю, потом домой посуду. Я в первую очередь побежала в ванной набирать воду и попутно мыть эту посуду. Успела помыть посуду. Так. Где тут у нас срок годности? А, вот тут срок годности. Да. Сейчас соображу, значит, где оно тут. Месяц, день. Значит, до 10 августа 2021 года оно будет жить счастливо. Я думаю, оно у меня... Ну, не знаю, если оно такое экономичное. Потому что он действительно будет жить счастливо. Вот такая вот паста. И в отзывах я читала, что там что-то как-то надавливается и откручивается. Или снимается. Или я не у той пасты читала. Так. Видимо, мне придётся помощь зала. Да, и вот что я тут увидела? Что я тогда читала-то? Вспомнила. Юнань Пуэрти. В общем, тут, по ходу дела, помимо прочего, ещё и Юнань Пуэрти. Пуэрти истории. Ну, и тут что-то там про Юнань. В смысле про Пуэр. Как его делать? Тут какие-то семена. В общем, все составляющие чая. О, вот она как. Она снимается точно. Покрутить-покрутить. Надавить и снять. Она просто снимается и одевается. Это другая там какая-то была. Кстати, уже так вот пахнет этой мятой. Какой-то я там отзывы читала, что типа они такие непривычные, такие неприятные. Надо не откручивать, а надавить и снять. Или что-то в этом роде. Я думаю, а что такое вот тут снял и нормально. Мята и вот что-то вот такое ещё. Я не буду её по вкусу пробовать. Хотя тут маленькая такая. Маленькая такая капелька была. С другой стороны этого тюбичка. Между мятой, чем-то там, чем-то лечебным и травяным. Имбирём ещё отдаёт. И вот что-то такое интересное, короче. Я думаю, вполне она будет зубы чистить. Но и она такая типа экономичная, гелевая. Видно, что гелевая. И завтра или сегодня я её заюзаю. Так-то у меня там стоит мой самопальный уптан, которым я зубы чищу. Меня тут в стриме вчерашнем попросили обозреть эту самопальную домашнюю лёгенькую косметику. Когда-то я вроде уже обозревала. Может, в 2015-2016 году. В общем, как-нибудь обозрю. Так вот, я этим уптаном пока что чищу зубы. Буду ещё вот этой. Ну, не сразу одновременно. А вот ей какое-то время почищу. И думаю, её, наверное, с собой потом в дорогу взять. Потому что всё-таки этот порошок, наверное, как-то не очень удобно с собой таскать. А порошок, скорее всего, в деревню возьму. В общем, такая вот паста. Где там моё алое? Вот такое вот алое. И вот такой вот зелёный чай. Аромопалка у меня одна догорела. Тут такая дымовуха стояла. Такие жирные, увесистые палки. Думаю, сейчас вот бы ко мне кто зашёл, решил бы, наверное, что тут такое странное. Вот такой у меня обзор заказа Сазона. И сейчас ещё будет маленький обзор одной вещи. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!